Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» с вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Новая зеленая зона. Ученики школы номер 8 высадили аллею памяти из хвойных деревьев. Сюжеты из жизни. Автор российского блокбастера «72 метра» известный писатель-маринист Александр Покровский дал большое эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Под самый корешок в центре Рязани исчезнут символы советской власти – старинные голубые ели, которыми обычно окружали госучреждения. Сегодня в Рязани на одну зеленую зону стало больше. Аллея Истуй появилась у восьмой школы. Администрация которой уже пообещала ее расширять с каждым годом. С подробностями Валерий Седов. Все ребята – ученики восьмой школы города Рязани. Сегодня они открыли новую страницу книги школьных традиций. У них появилась своя аллея знаний. Сейчас полем. Все деревья здесь туи. Пока что это всего лишь небольшие ростки, но скоро они станут большими вечно зелеными деревьями. Аллея знаний – не только память, которую оставят ученики школы после выпуска, но и дань уважения Роману Соколову, самому известному выпускнику школы, герою России. Его имя и носит учебное заведение. Родители Романа Соколова присутствовали сегодня на высадке аллеи. Наверное, нужно нам всем сказать спасибо тем, кто помог создать эту аллею. Я думаю, что и вы будете посещать эту аллею и будете смотреть за этими деревьями. Может быть, их надо когда-то полить, может быть, травку пополоть, но так, чтобы эти деревца принялись и росли на территории нашей школы. В посадке деревьев на территории школы участвовали все ученики. Эта аллея памяти появилась благодаря общим усилиям. Теперь важно поддерживать ее в таком красивом состоянии регулярно. В этот прекрасный, еще раз повторюсь, солнечный день. Особенно почетно, особенно трогательно, что здесь семья героев. Того человека, на которого, я уверена, вы равняетесь и будете равняться. Давайте вот сегодняшний день наполним памятью снова об этом человеке и новые вот такие деревца, как символ новой жизни и как символ памяти пусть навсегда останутся с нами. На нескольких деревьях аллея памяти не закончится. Сам планируется, что каждый год выпускники будут высаживать новые деревья, тем самым одновременно и облагораживая школу и оставляя такую заметную память после себя. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязань приехал писатель-маринист Александр Покровский. Широкой публике он известен прежде всего романом про подводников «72 метра», экранизацию которой вы наверняка хорошо помните. Валерий Седов записал с автором большое интервью. Александр Покровский делится историями своей жизни. О службе, истории из которых и вкраплены в его произведения. Например, знаменитая сцена из фильма «72 метра», где был только один работающий дыхательный аппарат. Она произошла на самом деле в жизни писателя. Благо трагедии на тот момент никакой не было. Вымысел заключается в том, как ты это дело расскажешь. А сюжет выдумать практически невозможно. Потому что воображение на флоте беднее жизни. Жизнь богаче воображения. То есть жизнь тебе подскажет сюжеты просто вот на каждом шагу. Главное, чтобы ты был в той среде. У Александра Покровского в Рязани живут друзья. Поэтому в день приезда он совместил приятное с полезным. Повидался как с товарищами, так и со своими поклонниками. Здесь как и литераторы, и филологи, так и простые моряки, для которых творчество Покровского – это часть и их жизни. Никаких возражений и получений я не допускаю по отношению к критикам. Ну, написал, и бог с ним. Бога ради. Другое дело пишут зрители. Зрители – вот это читатели, зрители, которые смотрят фильмы. Вот они главные такие критики. Читатели, да. Читателей очень много, которые пишут такие странные вещи, которые никогда не напишут критик. То есть они могут написать вещи очень глубокие. Нашей съемочной группе удалось побеседовать с Александром Покровским лично. Путь творчества писателя, откуда он черпает свои истории и кто именно отнес его рассказы в редакцию – это и многое другое вы сможете увидеть в предыдущем выпуске передачи «Городские встречи». Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Середина осени, скоро Новый год. Пора планировать, как его провести, кого и как порадовать подарками. Не успеем оглянуться, как в праздничной толчье о ком-то забыли или купили в спешке что-то не то, при этом переплатив втрое. Именно поэтому торговая сеть бытовой техники «Эльдорадо» позаботилась о своих покупателях и, основываясь на многолетнем опыте, дала свои рекомендации и советы на этот счет. Сеть «Эльдорадо» представляет топ-5 подарков на Новый год, которые сейчас самые актуальные. Беспроводные наушники номер один. Bluetooth-наушники, в принципе, удобное устройство. В мороз очень актуально. Провода на холоде замерзают и становятся хрупкими. Легко ломаются. Наушники могут длительное время работать без подзарядки и обладают отличным качеством звучания. Еще одна популярная категория – колонка с голосовым управлением. Умная колонка разбудит любимые песни или включит радио, ответит на все ваши вопросы или напомнит о срочных делах, включит любимые фильмы или мультфильмы. Для женского пола популярным подарком являются мобильные гаджеты, в которых в нашем магазине огромный ассортимент. Ну а для мужчин отличным подарком станет телевизор, на котором можно просматривать любимые фильмы всей семьей. Вместе с Эльдорадо даже работа по дому может стать очень приятной. Всегда можно подобрать недорогого помощника. Еще один вариант подарка – беспроводной вертикальный пылесос. Данные пылесосы превосходят по характеристикам привычные нам проводные пылесосы. Они легче, маневреннее, за ними проще ухаживать. Но если вы не хотите совсем прикладывать усилий для уборки, вам подойдет робот-пылесос, который сделает все за вас, даже в ваше отсутствие. Именно в октябре в Эльдорадо проходит большое количество акций с реальными скидками от обычной цены. Они привлекают покупателей, которые уже задумываются о подарках на Новый год. Все ждут новогодних скидок, но, как правило, акции уже идут до Нового года. Это большинство акций, продавцы рассказывали. И поэтому сейчас, в принципе, не так уж много народу, вот этого толщины нет. Поэтому удобнее сейчас все это купить, чем ближе к Новому году, когда бегаешь, не знаешь, что выбрать, хватаешься подряд. Дополнительные бонусы могут получить те, кто решит обменять свою старую технику на новую. Мы в Эльдорадо чувствуем ответственность не только за ту технику, которую продаем, но и за ту, что уже отслужило свой срок и может нанести вред экологии, если ее выбросить. Поэтому предлагаем жителям города сдать старую технику, она будет правильно переработана во вторичное сырье. Взамен мы поможем сэкономить на покупке новой и дадим скидку. Заботьтесь о природе вместе с Эльдорадо. В Рязани в разных районах города есть пять магазинов Эльдорадо, в которых к Новому году каждый найдет подарок по душе. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Перейдем к обзорным новостям недели. В самом центре Рязани у здания ФСО на улице Ленина срубят голубые ели. Как считает подрядчик, символы советской эпохи сегодня мало того, что уже не актуальны, так еще и корнями регулярно разрушают асфальт. Герман Гущин о пережитках прошлого. Голубые ели и сосны у здания в советскую эпоху считались признаком власти. Но сегодня уже выглядят неким историческим артефактом. Но нет сегодня уже ни политбюро, ни соответствующего антуража. Поэтому решение об их вырубке в 21 веке не выглядит таким уж возмутительным. Тем более, когда из декоративных украшений улицы они превращаются в настоящую угрозу. Мы работаем согласно проекту. Проект сделан на основании экспертизы, которая была проведена. И установил, что данные туи на сегодняшний день противоречат строительным правилам. Фактически эти деревья разрушают фундамент здания, могут разрушить тротуар. И оказывают неблагоприятное влияние, потому что здание засемнено. Перед тем, как строители приступят к распилу, деревья внимательно осмотрели. Оценка для зеленых красавиц неутешительна. По словам экспертов, внутри завелась плесень, которая опасна не только для самих елей, но и для человека. А еще такие вот старые полутрехлявые уже деревья – угроза обрушения ствола на тротуар. Например, от порыва ветра. И, кстати, голые поляны – это место после рубки елей надолго не останется. В проекте реконструкции здания и ремонта фасада прописано и восстановление зеленых насаждений, а также облагораживание газона. Проектом предусмотрена замена елок, да, я сказал туи до этого, да, это елки. Замена данных елей на туи как раз и устройство газона на территории. То есть благоустройство будет выполнено, исторический вид будет соблюден, при этом зданию будет нанесен минимальный вред, а окна получат свет, который необходим для работы. То это, конечно, не так солидно, как правительственные ели, но для Рязани, города с умеренным климатом, самое то. Правда, это все дальняя перспектива. Ремонт здания – дело небыстрое. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Новый жилой комплекс счастья на Михайловском шоссе пока приносит собственникам квартир одни лишь беды. Дом был сдан в августе этого года, после чего жильцы получили ключи от своих квартир. Однако до сих пор в здании не подключен газ. Некоторые семьи уже заехали в дом и попросту замерзают от холода, поскольку в жилом комплексе газовое автономное отопление. Кто же должен обеспечить жителей теплом и горячей водой? В этом мы постарались разобраться. В конце августа этого года радостные новоселы жилого комплекса «Счастье» начали получать ключи от своих квартир. В доме было готово практически все, только вот газоснабжение не работало. Застройщик на пару с управляющей компанией заверили, что до 10 сентября все будет сделано. Люди поверили и подписали договоры, однако газа в доме так и не дождались. Здесь уже живет больше, чем одна семья и живут с маленькими детьми. Вопрос в отоплении, то есть они отапливаются обогревателями своими, вода у них только холодная. Как они ее греют, я даже не представляю. То есть горячая вода у нас, индивидуальное отопление, соответственно горячая вода подается от котла. Газовое оборудование в квартирах, в доме и на улице готово, однако трубы снаружи здания просто не соединены. Люди не только замерзают, но и переживают о вероятных последствиях. Вода уже в системе, вода уже стоит. Соответственно сейчас будет минус 2, минус 3, трубы все полопаются, котел также весь накроется и придется вскрывать те же самые полы, которые уже залиты. Многоэтажка 19 этажей и потом найди вот где этот прорыв произошел. То есть это очень большая проблема. Жильцы долгое время не могли разобраться, в чем причина задержки газификации. Как они говорят, управляющая компания винит застройщика, тот кивает на Гургаз и Межрегионгаз. Круг замыкается. Люди купили за последние деньги, снимать квартиру не на штаб. Они с этим домом нас так подвели. И пошла я сюда, потому что я не смогла за отопление платить сумасшедшие деньги. Пошла за индивидуальное отопление, чтобы меньше платить, все-таки я на пенсии. Управляющая компания убеждает собственников подписать договоры с газопоставщиками. Иначе тепла не будет. Рязанцы не могут понять, почему сам застройщик не газифицировал дом при сдаче. Оказалось, у него не было на это лицензии. В результате огромного количества обращений во все инстанции, жильцам удалось добиться совещания по их вопросу в городской администрации. Там присутствовали все заинтересованные стороны, кроме застройщика. Застройщик, который строил эти дома, этот дом, не заключил договор на газоснабжение от себя, как юридического лица, а передал жильцам данные квартиры в пользование. Это сделано, в принципе, на законных основаниях, но сильно усложнило процесс, потому что вместо одного договора с юридическим лицом сейчас необходимо заключать 200 договоров с физическими лицами. План действий выбран. Теперь жильцам в ближайшее время надо предоставить доверенности на заключение договоров газоснабжения своей управляющей компании. В доме 189 собственников. В данный момент собрано почти половина документов. Если остальные поторопятся, то газ дадут в середине октября. Данный случай является уникальным, и управляющая компания может принять доверенность даже от тех людей, которые находятся в отъезде. Там вообще застройщик должен делать резификацию. Мы сейчас просто всеми силами помогаем, потому что вообще резификацию делает застройщик. Но должны уже вот-вот запустить. Мы помогаем запустить. Я думаю, что при каждом месяце есть, да, запустить. В то время как сотни людей пытаются решить такую важную проблему, застройщик ООО «Строительный комплекс Михайловский» не видит в своих действиях ничего предосудительного. Смотрите, я же не первый, допустим, дом построил, да. И, грубо говоря, всегда у нас этот самый пуст газа был через управляющую компанию. Как пояснили в администрации города, застройщик несет все репутационные риски. Тем временем собственники квартир вынуждены не только замерзать, но и переживать о том, сохранится ли теперь их ремонт. Штукатурка не сохнет, появляется плесень. В любом случае, следующее собрание между всеми заинтересованными сторонами намечено на 13 октября. Мы будем держать вас в курсе событий. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сезон отпусков завершен. Но есть среди нас и те, кто о поездке мечтает уже два года. Рязанская турфирма оставила сносом почти два десятка человек. Общий ущерб – больше 12 миллионов рублей. Пострадавшим не помог даже суд. Жалобы выслушал Герман Гущин. 29 сентября 2019 года все мы покупали путевки ИП Перфильева, которая выступала официальным представительством от Коралл Тревел. Ну и купив путевки, так называемый отдых, мы не улетели на отдых. Она просто-напросто нас всех обманула. Причем обманула не только нас здесь присутствующих, но обманула еще людей, которые являются иногородними. Этой запутанной истории уже два года. Но люди пока так и остаются ни с чем. Нет ни путевок, ни денег за них. География обманутых частным туроператором широка. Тула, Москва, Рязань. И вроде как первые звоночки о недобросовестности звучали и раньше. Но туристы думали пронесет, но их накрыло. В 18-й год начались проблемы в туристическом бизнесе с островом Сокровищ. В 19-м году начались проблемы в туристическом бизнесе этой Пепперфильева. В 20-е начало года это Розовая Пантера. То есть каждый год шло безобразие именно обман туристов в плане отправки их на отдых. При этом на самом деле очень сложно. Мы добились возбуждения уголовного дела. Мы добивались несколько месяцев. В итоге, после того, как два года, два года после того, как завели уголовное дело, мы доводили все это до суда. И в итоге вынесен вот такой судебный приговор, конечно же. Это просто расценивается нами как плевок. Это как плевок вообще по пострадавшим людям. На протяжении двух лет пострадавшие пытались добиться возмещения денежных средств от предпринимателя Перфильевой. Разговаривали с ней по-хорошему. Но в ответ говорят только ухмылки и хамства. Госпожа Перфильева у нас получается так, что обманывала не только, когда было и Пепперфильево и Coral Travel, но еще и у нее были другие туристические агентства через интернет. Поэтому наша основная задача донести до людей, что в Рязани и Рязанской области действует мошенник. Она осуждена Советским судом на четыре года, извините, условно за свои мошеннические действия. С рассрочкой приговора. С рассрочкой приговора. С рассрочкой. С рассрочкой приговора до 14 лет и без выплаты пострадавшим денег. Схема обмана туристов была одна и та же. Сначала авантюристка предлагала турпоездку и очень срочно просила перевезти деньги. Якобы это горящая путевка и мы, мол, можем не успеть. Деньги переводились накануне или в день вояжа. Но затем поступал звонок. Дескать, по каким-то причинам туруоператор поездку не подтвердил. Ей дали четыре года условно. Со срочкой приговора до 14 лет. Ну что, реально? Реально. 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 Потому что она во время следствия умудрилась, простите, я понимаю, что жизнь лежит, забеременеть и родить ребенка. Теперь она мать-одиночка. Я понимаю по закону. Но через три года у нас будет 90-летие победы. И такие лица могут попасть под амнистию. Соответственно, через три года, ну мы предполагаем, с нее все это снимется. И она заново начнет обманывать людей. Туристы из Тулы тоже попали в список жертв через популярный сайт бронирования путевок. Это рязанское турагентство значилось в первом списке. И решили воспользоваться услугой онлайн-бронирования. Мы уже знали, куда хотели полететь, в определенный отель. Мы оставили там заявку, и с нами связался менеджер ее, на то время Солдаченко Анастасия. Она рассказала нам об этом туре, нас все устроило. Но ответ мы не давали, поедем мы или нет. На следующий день нам позвонила сама лично Перфильева. А мы еще так удивились, ну не московский получается номер, а ваш вот рязанский. Мы на следующий день едем у себя в Туле, тоже в агентство Coral Travel. И посмотреть, на самом деле есть такое или нет. На что нам они объясняют в нашем городе, что данный отель стоит в стопе. При личном общении начались отговорки. Дескать, я забронировал на свой паспорт, и ваш тур состоится. Но в итоге жители Тулы так никуда и не отправились. Следствие доказало, что в момент возбуждения уголовного дела на счету мошенницы была приличная сумма, которая в скором времени пропала. Еще я считаю, что данный человек просто целенаправленно готовился. Почему? Потому что мы вот тут подавали по защите прав потребителя в Советский суд. А так как нам уже было решение о возмещении по защите прав потребителя и через судебных приставов мы подавали иски, нам вернулись ответы, что взыскать с нее нечего, сумма взыскания ноль, согласно законодательству. Вот. А зная по законному, то есть по корректорическому делу, которое уголовно, у нее было порядка 25 миллионов на счетах. Несмотря на приговор, пострадавшие намерены идти до конца. С постановлением суда они не согласны и будут его обжаловать. Ведь деньги, которые они копили на отдых, получается, никто возвращать не собирается. Тем более на суде обвиняемая даже не удосужилась извиниться. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Воспитанник школы искусства имени Бунина в городе Скопин Даниил Юдин стал победителем 19-го международного конкурса «Виват Баян» в Самаре. Юное дарование занимается народными инструментами с 12 лет. И это первый серьезный успех Даниила. Первое место и декоммулятор вращается Юдину Данилу преподаватель Министин-Надежникам на детской школе искусств имени Бунина в городе Скопин, Рязанская область. Юный воспитанник школы искусств из города Скопина Даниил Юдин победитель одной из номинаций конкурса гармонистов «Виват Баян». Даниил продолжатель семейных традиций. Говорит, в его семье всегда были гармонисты-любители. И только он решил стать профессионалом. В гармонии сейчас особо никто не интересуется народным отделением. Хотя все равно находятся люди, вот как я, которые именно решают, что гармония – это будет их инструмент. А также и в классической сфере музыки. Хотя и на гармонии тоже классику свободно можно сыграть. Это тому пример вот я и много кто. Другие гармонисты тоже могут этим похвастаться. Поездка в Самару дала мне и на этот конкурс очень многое. Но это не значит, что вот я дошел до какой-то вот высокой отметки, которую я поставил дальше, я не пойду. Нет. Потому что есть отметки еще выше и выше и выше. За годы учебы на гармонии талантливый музыкант освоил большой многожанровый репертуар – народные песни, произведения советских композиторов, а также популярные мелодии в разнообразных стилях. Все это он и продемонстрировал на конкурсе исполнительского мастерства. На конкурс требовалось от двух произведений разнохарактерных. Мы ехали с тремя произведениями, довольно сложными и в техническом плане, и в динамическом плане. Играли и валис в стартной обработке, и русскую народную песню тоже довольно сложной обработки Дербенко, и по Сокалию Генделя. В ближайшем будущем Даниил Юдин твердо намерен связать свою жизнь с музыкой. По окончанию девятого класса он принял решение поступать в профильное музыкальное учреждение по классу гармонии. Герман Гущин, телекомпания «Город», при содействии телеканала Верда ТВ. 4 октября в Рязани открылась выставка продажи икры и камчатской рыбы. И уже с момента открытия рядом с прилавком образовалась очередь. Все больше рязанцев хотят попробовать дары камчатского края. Богатый ассортимент камчатской рыбы и икры. На выставке продажи икры и камчатской рыбы представлена продукция для настоящих гурманов – холодного и горячего копчения, а для особых ценителей – слабосоленая. А почему здесь решили купить? Камчатский край невероятно богат на рыбу. Огромное количество озер и рек делают этот край невероятно привлекательным для рыбаков. А весь улов – это экологически чистая продукция, уверяют продавцы. В ассортименте видов как белорыбеца, так и белуга, палтус и тунец. Всего 35 видов рыбы. Но самым главным богатством поистине считается чавыч. Он и пользуется большей популярностью у рязанцев. Еще бы! Не зря эту рыбу называют королевским лососем. Во-первых, вот чавычу я все время беру. Она очень вкусная рыба. И по сравнению, как у нас, еще какую продают. Это лучше. Другой камчатский деликатес, который здесь можно приобрести – это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы. Сама икра и соль. Она богата витаминами А, Д и Е, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. Выставка продажа икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она будет работать до 9 октября включительно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Партнер программы «Неделя города» – выставка свежей рыбы и икры. Свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьеру» центрального входа с 4 по 9 октября. Приходите, не пожалеете. На этом у нас все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова